Здравствуйте, уважаемые родители, бабушки и дедушки. Мы сегодня с вами продолжаем разговор о прививках. И на последней нашей встрече по этой теме мы с вами поговорим уже конкретно о каждой из прививок согласно принятому в Российской Федерации и странах бывшего Советского Союза календаря прививок. И, скажем так, я постараюсь высказать вам свою сугубо личную точку зрения, на необходимую значимость прививки от той или иной инфекции согласно этому календарю и попытаюсь объяснить вам суть той или иной прививки. Итак, согласно последнему календарю прививок, в первые сутки после рождения ребёнку делают прививку от вируса гепатита В. Здесь надо понимать, что каждый ребёнок, скажем, да, он не может практически заболеть вирусом гепатита В, заразиться потому, что гепатит В передаётся только через кровь. Поэтому, если ребёнок не рождается в группе риска по этому заболеванию, то я, опять же, повторяю лично моё мнение, я не вижу большого смысла в такой прививке в этом возрасте. Что значит группа риска? Ну, если мама ребёнка, будучи беременна, болеет гепатитом В или С, если ребёнок родился в семье наркозависимых людей, если у ребёнка в семье близкий контакт с больным гепатитом В, причём контакт, который подразумевает попадание на ребёнка крови больного или носителя вируса гепатита В, тогда есть смысл прививать по полной программе с учётом ревакцинации, потому что прививка против гепатита В состоит из трёх прививок. Новорожденному на первом, на втором и на третьем месяце ребёнка. Но я повторяю, что здесь нужно учитывать совершенно чётко, учитывать ситуацию возможности заражения ребёнка. Вторая прививка, с которой ребёнок сталкивается на первой неделе своей жизни, это вакцинация против туберкулёза. Вот здесь ситуация другая. Во-первых, бактерия туберкулёза, так называемая палочка Куха, она распространена очень широко. И, дозволено большой контингент людей, являются носителями этой палочки. Что значит носители? Это значит люди внешне здоровые, но способные заразить окружающих. И вот здесь, учитывая распространённость рас, учитывая длительность развития туберкулёза, он развивается в течение не одного месяца, а то и нескольких лет, и сложности длительности последующего лечения, то есть смысл использовать эту вакцинацию, использовать прививку, которая действительно защищает. При вакцинации ребёнка от туберкулёза вводится ослабленная вакцина, так называемая вакцина BCG-M, M это модифицированная, то есть она ослабленная, и практически никаких осложнений она не вызывает. То есть в данном случае, если в углово угла мы ставим защиту здоровья ребёнка, соблюдение его интересов, то вероятность заражения гораздо больше, чем вероятность осложнений от прививки. За всю мою многолетнюю практику работы педиатром осложнений от прививки BCG я практически не встречал. Поэтому отказываться от вакцинации против туберкулёза, ну, мягко говоря, неразумно. Следующая группа прививок – это прививки против полиэмилита. Вакцина достаточно лёгкая, вакцина ослабленная, даётся через рот, и опасность заражения от ребёнка с заболеваниями полиэмилита на сегодняшний день достаточно высока. Сложность вот в этой ситуации заключается в том, что полиэмилит возникает, как бы, эпидемиями. Он возникает спонтанно, и вирус попадает в тот или иной регион и развивается достаточно быстро, совершенно непредсказуемо. Если, скажем, такие заболевания, как тот же грипп или какая-то другая инфекция, учёные могут, эпидемиологи могут предсказать, могут предвидеть или, скажем, заподозрить, что есть вероятность развития той или иной эпидемии. То полиэмилита такой вероятности нет. И общественность узнаёт о том, что возникает рост заболеваний полиэмилита только тогда, когда появляются осложнения. Осложнения полиэмилита чрезвычайно опасны. Практически всегда это парализация того или иного участка тела человека, тела ребёнка. И практически в 100% случаев это тяжёлая инвалидность. Поэтому, опять же, возвращаясь к фактору выбора, я бы настоятельно не рекомендовал отказываться от вакцинации против полиэмилита, учитывая, что это прививка достаточно мягкая. Единственное осложнение, которое могут быть, это в ситуации, когда вирус полиэмилита у ребёнка уже есть. Тогда вероятность каких-то осложнений резко вырастает. Узнать это, ну, очень сложно заподозрить. Полиэмилит в инкубационном периоде это практически невозможно даже при современных методах. Поэтому, если в окружении ребёнка все здоровы, если ребёнок сам по себе не болеет простудными или какими-то другими заболеваниями, то вакцинацию делать надо. Она делается три раза с интервалом полтора-два месяца. И, в общем-то, мы не очень разумно от неё отказываться. Вместе с полиэмилитом делается вакцинация от группы прививок коклюша, дифтерии и столбняка. Это прививка комплексная. Ну, сразу можно сказать, что она достаточно тяжёлая по своему комплексу. Но наиболее тяжёлый компонент это компонент коклюшный. Поэтому для детей ослабленных, для детей из так называемой группы риска существуют вакцины, так называемые АДС, это анотоксин, дифтерийно-столбнячный, то есть ослабленный. Там снят коклюшный компонент, она переносится легче. Возникает вопрос о необходимости этой прививки. Ну, смотрите, дифтерия, заболевание, которое встречается на сегодняшний день, достаточно редко. Но, учитывая особенности современной жизни, учитывая миграционные процессы, мы не должны скидывать со счетов то, что в других регионах, в других странах, менее развитых, дифтерия встречается довольно часто. Это страны Азии, это страны Африки. И очень часто люди являются носителями дифтерийной палочки. То есть, они реально сами не болеют, но привозят палочку и распространяют ее среди здорового контингента, часть из которых благополучно заболевает. И что самое неприятное, чисто клинически, дифтерия начинается как банальная ангина. К сожалению, современные педиатры не совсем готовы к правильной диагностике дифтерии, потому что редко с ней сталкиваются. Многие поколения педиатров начинают в студенческой скамине, когда дифтерию не видели и знают ее только по учебникам. А знания по учебникам и знания практически, как вы, я думаю, понимаете, совершенно не одно и то же. И вот в этой ситуации надо очень хорошо подумать, потому что пока удастся заподозрить и поставить диагноз дифтерии, время может сыграть свою необратимую роль. И спасти ребенка может не получиться. Поэтому в данном случае опять же легче предотвратить, чем лечить. То же самое касается столбняка. Правда, ситуация немножко другая. И казалось бы, где ребенок может столкнуться с столбнячной инфекцией, которая палочка столбняка живет в земле и может попасть в организм человека через рану, через нарушение кожных покровов. и казалось бы, ну что там маленький новорожденный ребенок, как он может с этим столкнуться. Но дети растут и через очень быстрое время ваш ребенок благополучно начнет бегать, ползать, сначала ползать, потом бегать, потом травмироваться. к сожалению, как бы я не вас ориентировал и как бы вы за детьми не смотрели, без ссадин, синяков, порезов, царапин дети не растут, не бывает такого. И это, наверное, хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, вероятно, заражение столбняком достаточно большая. И вот, в отличие от дифтерии, столбняк, к сожалению, не лечится даже сегодня. И если болезнь разовьется, это практически, ну, есть, конечно, казуистика исключения, но это 1% из 100. Так, смертность очень высока. Поэтому, опять же, в этой ситуации легче предотвратить, чем потом переживать. Вот. Вариант коклюша, он в этом плане не настолько, ну, как вам сказать, не настолько тяжелый с точки зрения патологии. Хотя, он встречается на сегодняшний день гораздо чаще, чем дифтерия и столбняк. Но, смотрите, здесь нужно ориентироваться на ряд факторов. во-первых, несмотря на то, что коклюш распространен гораздо больше, и он бывает у взрослых, и многие взрослые переносят коклюш в виде клинически простого кашля, не особо обращая на это внимание, и заражая окружающих, в том числе, и детей, с одной стороны. С другой стороны, коклюш достаточно легко лечится современными способами, современными методами, и вот здесь, скажем так, соизмеримо течение заболевания и негативные последствия вакцинации. Поэтому, если у вас, скажем, ребенок из группы риска ослабленной или по каким-то причинам вы боитесь вводить тяжелую компонент в эту вакцинацию, то можно настоять, потребовать или предложить педиатру сделать вакцинацию ослабленной вакциной, так называемой АДСМ, то есть без коклюшного компонента. Здесь нужно подходить индивидуально, потому что, опять же, в интересах защиты ребенка, ну, скажем, соизмерим риск заболевания и риск осложнений после вакцинации. Поэтому есть возможность вот такой введения такой модифицированной вакцины для того, чтобы уберечь ребенка от более тяжелой патологии. В год ребенку вводится прививка против кори-краснухи эпидемического паротита свинки. И вот здесь ситуация тоже очень интересна. Значит, кори-краснуха и эпидемический паротит достаточно опасные, тяжелые инфекции. Но, во-первых, на сегодняшний день в детском возрасте и корь, и краснуха переносится довольно легко. Это раз. Второе, что касается эпидемического паротита, эпидемический паротит крайне опасен для мальчиков. Почему? Потому что одно из осложнений, наиболее серьезных осложнений эпидемического паротита, это воспаление, вирус вызывает воспаление яичек у мальчиков. И, соответственно, впоследствии это приводит к бесплодию. Поэтому вот здесь интересный момент, который мы можем вот, скажем, с точки зрения пола воспринимать, потому что не соизмеримо опаснее заражение эпидемическим паротитом для мальчиков, чем для девочек. И, соответственно, вакцинация этой прививкой, вот, она должна быть, в общем-то, дифференцирована. Поэтому, может быть, есть смысл разделить по половой принадлежности. Что касается кори и краснухи. Действительно, дети привитые практически не болеют кори и краснухой, но с возрастом влияние прививки на организм слабеет. И когда женщина вступает в возраст, когда она может забеременеть и родить ребенка, она уже не вакцинирована. И вот здесь возникает очень интересный момент. Корь и краснуха чрезвычайно опасны для беременных женщин. Это практически прямое показание для прерывания беременности, потому что ребенок, родившийся у женщины, которая во время беременности перенесла кори или краснуху, практически в 100% случаев будет неполноценный. Будет грубое дефекты развития внутренних органов и скелета. в соответственном. Здесь я скажу сейчас одну такую крамольную мысль, которую на самом деле все педиатры прекрасно знают, но не говорят. По поэтическим наверное моментам. Дело в том, что женщины, перенесшие в детском возрасте корь, краснуху и ветрянку, больше не заболеют. этим болеют один раз. Поэтому если беременная женщина в детстве болела ветрянкой, краснухой особенно, ну корь все-таки реже встречается, то ее ребенок может развиваться совершенно безопасно с этой точки зрения. Вот я не призываю сознательно заражать детей ветрянкой, краснухой и корью, чтобы во время беременности они могли не бояться контактов. Но тем не менее об этом нужно задуматься. И уж если ребенок попал в такой контакт, то ну скажем, особенно это касается девочек, то я бы на вашем месте просто не волновался. поэтому делайте выводы сами и смотрите решайте для себя стоит ли подвергать ребенку воздействию этой прививки или проще дать возможность особенно девочке переболеть детской инфекцией, причем чем младше ребенок, тем легче он переносит эту инфекцию и дальше девочка будет себя чувствовать прекрасно и не будет переживать во время беременности, а вдруг столкнется с больным корью или ветрянкой или краснухой. Поэтому опять же здесь вы решаете для себя. Вот эти основные моменты, о которых я хотел бы с вами поговорить и вот для того, чтобы у меня лежит календарь прививок, я просто смотрел, ничего ли я не пропустил, чтобы у нас с вами возникло каких-то недоговоренностей. Значит, еще раз я хочу вам сказать, что вопрос о вакцинации вашего ребенка вы должны решать индивидуально и решать очень продуманно, взвесив все за и против и не надо бояться прививок. С другой стороны, что если в семье или ребенок аллергик и вы сталкиваетесь с какими-то аллергическими проявлениями, можно подстраховаться и дать профилактические противоаллергические препараты для того, чтобы снизить чисто аллергическую реакцию на прививку. то есть это может быть противоаллергические препараты те же супрастин, скажем, препараты хлористого или глюканата кальция или просто посоветоваться с врачом подобрать определенный препарат, принимая его несколько дней до прививки, несколько дней после прививки и тогда реакция будет сведена к минимуму. Но тем не менее вы в этот момент защитите ребенка вот очень тяжелой подчас смертельной инфекции. К сожалению, на сегодняшний день с учетом факторов, которыми мы живем, то есть миграция, свободное путешествие, свободный выезд, общение людей с разной иммунной системой, с разными наличиями микроорганизмов достаточно широкое общение, оно влечет за собой к распространению инфекций, причем тяжелых, иногда с которыми мы когда-то и не сталкивались и даже забыли о том, что они существуют. Но они голову поднимают. Поэтому берегите себя, берегите своих детей и всегда старайтесь думать о том, как защитить своего ребенка, как правильно это сделать. Наши телефоны, наши контакты всегда для вас открыты, вы можете посоветоваться и у нас к вам определенная просьба, если вы хотите, чтобы в наших беседах были освещены какие-то темы или какие-то вопросы, которые вас интересуют, которые вас волнуют, которые вас беспокоят, пожалуйста, обращайтесь, оставляйте свои какие-то пожелания, свои какие-то просьбы и в следующих наших встречах мы эти вопросы обязательно затронем, обязательно объясним вам ту или иную тему, может быть, где-то дискутабельно, может быть, где-то это будет чисто мнение мое и нашего центра, но тем не менее вы услышите какие-то рекомендации, какие-то советы на интересующие вас темы, а сейчас я с вами прощаюсь, спасибо за внимание и берегите себя. спасибо за спасибо за спасибо за спасибо за Продолжение следует...